После свистка судьи начинается матч 1-16 финала женского кубка чемпионов УЕФА. На поле французский клуб Олимпик Леон и местный Рязань ВДВ. За мяч идет упорная борьба, но на рязанской стороне поля. В этом матче у горожан был сильный соперник Леон, один из самых успешных клубов Европы. 17-кратный чемпион Франции, а Лигу чемпионов УЕФА выигрывал 6 раз, в том числе последние 4 сезона. На 10-й минуте французская команда заработала первые пенальти. Первый гол. Счет открыт. Вместе с французской командой приехали и местные болельщики. Лишах Фаржу вместе с товарищами прибыл из Леона. Говорит, это возможности город и игру посмотреть. Это очень интересная игра. Здорово приехать в Россию, и это отличная возможность посмотреть матч. Мы посмотрели веб-сайт УЕФА и изучили рязанскую команду. Это очень интересный соперник. Второй гол не заставил себя долго ждать. К концу первого тайма счет был 0-5 в пользу французского Леона. Однако трибуна рязанских болельщиков не замолкала. Давай, давай, роминируй, побеждай! Вон! Давай, давай, вон! Давай, давай, вон! Игра у нас сейчас не очень хорошая. Мы проигрываем 4-0. Но думаю, наши девочки сегодня забьют несколько голов еще. Я полным дышей болею за них, конечно. Сам я слежу за их игрой на протяжении года. Не так давно начал увлекаться женским футболом. Но у нас и в Рязани, могу сказать вам, что женский футбол, он более продвинутый, чем мужской. Это один из самых напряженных матчей, говорят болельщики. Во французском Леоне собраны лучшие игроки и капитаны национальных сборных. Всего за игру забили три пенальти в ворота рязанской команды. Двое игроков Леона оформили хэт-трик. Матч закончился со счетом 0-9. По окончанию матча титул лучший игрок получили капитан Леона и вратарь Рязань ВДВ Маргарита Широкова, которая, по словам болельщиков, показала достойную игру. Ответный матч пройдет в Леоне 25 сентября. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.